Добрый вечер, в эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Наталья Юсупова и коротко о главных темах выпуска. СМИ под прицелом. Парламент Кабардино-Балкарии предлагает ужесточить уголовную ответственность за преступления против журналистов. Будьте здоровы. Проблемы здравоохранения КБР сегодня обсуждали и законодатели, и Кабмин. Память бесценна. Участники Сталинградского сражения вспоминают, как это было, а в республиках Северного Кавказа стартовал автопробег. Парламент Кабардино-Балкарии обратился в Госдуму с законодательной инициативой об усилении уголовной ответственности за покушение на жизнь журналистов. Предложение ужесточить соответствующую статью Уголовного кодекса было озвучено на сегодняшнем пленарном заседании. Правда, прежде чем приступить к обсуждению этого вопроса, повестки самих журналистов попросили удалиться из зала. Уже после заседания комментарий нашей программе дал председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности Хамид Башоров. Необходимость разработки проекта федерального законного о внесении и изменении статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации вызвана острой потребностью в повышении уровня безопасности журналистов в связи с их профессиональной деятельностью. Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за покушение на жизнь журналистов. Данная законодательная инициатива поддержана Комитетом и экспертным советом Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Ну а в присутствии представителей СМИ депутаты обсудили блок социально-экономических вопросов. Так, поддержку государства в скором времени получат предприятия в сфере алкогольной продукции. Соответствующий законопроект парламентарии приняли в первом чтении. Его разработка напрямую связана с ужесточением федерального законодательства. С 1 января установлены нормы минимального использования производственных мощностей. В случае их несоблюдения предприятие будет обязана прекратить свою деятельность. В этом году за счет акцизов Казна Республики должна пополниться на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Если не будет государственной поддержки, подчеркнул Мусуков, бюджет не получит и половины от запланированного, как это было в 2012. Кроме того, льготы помогут вывести алкогольный бизнес на легальный уровень. Производитель обязан будет для того, чтобы получить эти субсидии, он должен подписать соглашение с уполномоченным органом и с налогоинспекцией. О разглашении информации о производстве и ежемесячно предоставлять информацию, сколько он произвел. И, соответственно, заплатив бюджет, и это в зависимости от уплаты в бюджет, он получит до 20% от уплаченных сумм. По такому пути некоторые регионы России пошли еще в прошлом году. Принятие закона в Кабардино-Балкарии поможет повысить качество выпускаемой продукции, а значит и конкурентоспособность на рынке страны. Сразу в двух чтениях депутаты приняли и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Ситуация в здравоохранении стала сегодня основной темой и на заседании правительства Кабардино-Балкарии. Прошло оно под председательством премьера Руслана Хасанова. Оптимизация отрасли – это одно из протокольных поручений президента страны, с отчета об исполнении которых и начала свой доклад министр здравоохранения и курортов Ирма Шетова. Централизация лечебных учреждений проведена во всех муниципалитетах. Сельские амбулатории с января перешли в республиканское подчинение. Вместо сверхнормативных круглосуточных коек теперь вводится практика дневного стационара на дому. Особое внимание, подчеркнула министр, уделяется кадровой проблеме. За счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2012 году осуществлялись единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей врачам, работающим в сельской местности. В части софинансирования постановлением правительства Кабардино-Балкарской республики были установлены дополнительные компенсационные выплаты в размере 100 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Благодаря реализации данной программы в лечебных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах, трудоустроены 136 молодых специалистов. Много сделано по лекарственному снабжению населения и работе аптек. Сейчас все усилия Минздрава направлены на обеспечение доступности медицинской помощи. Практически все поручения главы государства выполнены, констатировала Шетова. Однако по темпам модернизации здравоохранения Кабардино-Балкария значительно отстает от других регионов, отметила министр. Также на заседании шла речь о проблемах дорожного хозяйства. Рассмотрена программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. Утвержден состав Ургкомитета по проведению в марте этого года очередного этапа Кубка России по горнолыжному спорту. Руководителю Федеральной службы мировых судей Хачиму Машукову вручили нагрудный знак почетного работника судебного департамента России. После 1 марта может сложиться ситуация, при которой приватизировать квартиру будет невозможно. А как оформить жилье в собственность на возмездной основе до сих пор непонятно, предупреждает российская газета. Бесплатная приватизация, напомню, шла в стране более 20 лет. По экспертным оценкам, за это время в собственность оформлено почти 70% квартир. Не исключено, что для некоторых граждан, живущих в неприватизированных квартирах, все же введут послабление. Такие предложения обсуждаются. В Госдуму внесен проект закона, продлевающий сроки бесплатной приватизации для тех, кто будет признан нуждающимся в жилье до 1 марта. То есть, стоит в очереди, но пока не дождался квартиры. Прежде всего, из-за отсутствия в государственном или муниципальном фонде свободных жилых помещений. Среди этих граждан многодетные семьи, военнослужащие и другие социально незащищенные категории населения. Чтобы Россия сохранила ведущие позиции на мировом продовольственном рынке, а цены на продукты питания оставались стабильными, необходимо собрать в этом году не менее 95 миллионов тонн зерна. Об этом заявил на деловом завтраке в российской газете министр сельского хозяйства Николай Федоров. Какими будут результаты, это зависит от эффективности реализации новых мер господдержки. А они сейчас заработали с учетом вступления России в ВТО. По условиям ВТО Россия не имеет права выделять еготы на топливо и минеральные удобрения. Но с текущего года заработал новый механизм – предоставление субсидий на гектар возделываемой посевной площади. На эти цели федеральный бюджет направит более 15 миллиардов рублей. Средства гарантированно получат все аграрии, возделывающие пашню. При этом коэффициент будет рассчитываться из объема производства продукции растеневодства. Однако в аграрной сфере есть беспокойство, что погектарные субсидии крестьяне не успеют получить к началу весеннего сева. Есть жесткий график. Деньги будут доведены до сельхозпроизводителей к началу весеннеполевых работ. В конце февраля на юге России уже начинается подкормка озимых культур. Потому средства необходимо перечислить до 15 марта. И, кстати, помимо погектарных, в федеральном бюджете в этом году также предусмотрены более 6 миллиардов рублей на субсидирование краткосрочных кредитов. Их тоже можно использовать на приобретение ГСМ, средств защиты растений и запчастей. Плюс более 3 миллиардов рублей на поддержку региональных экономически значимых программ. Продолжаем выпуск. Сегодня автоколонна с символикой городов воинской славы прошла по трем регионам Северного Кавказа. Межрегиональный автопробег, посвященный 70-летию освобождения Северного Кавказа и Сталинграда от фашистских захватчиков, стартовал утром во Владикавказе. Затем пересек границу с Кабардино-Балкарией и позже отправился на Ставрополье. В Лескенском районе нашей республики инициаторов акции представители Северо-Осетинского отделения организации «Боевое братство» встретили национальными блюдами и танцами. Руководителю автопробега Георгию Кайлоеву передали капсулу с горстью Кабардино-Балкарской земли. Мы новое поколение ветеранов отдаем данные уважения, памяти всех погибших воинов. В Кабардино-Балкарии к автопробегу присоединились и шесть наших машин. Часть лишь проводила колонну до Ставропольского края, другая продолжит путь по республикам Северного Кавказа. Завершится акция 2 февраля на Мамаевом Кургане. В памятных мероприятиях, которые пройдут в Сталинграде, примут участие и наши земляки. В этом году на несколько дней знаменитый город-герой вновь обрел свое прежнее название. Так, к местам былых сражений едет нальчанин Сергей Марченко. В канун 70-летия победы в решающей битве Великой Отечественной здесь собираются ветераны, те, кто дожил. Еще одна жительница столицы КБР Нина Герасименко сегодня отправилась в Москву. Ее пригласили на торжества в Кремль. Им обоим не было и 18-ти, когда они ушли на фронт. Перед отъездом с ветеранами пообщалась Людмила Сурженко. Сталинград сыграл большую роль в жизни солдата Сергея Марченко. Молодым пареньком в 41-м он попал еще в мирный город. Поступил в авиаучилище. А уже через неделю объявили. Война. Подниматься в воздух курсантам не разрешали. Приходилось осваивать различные профессии. Пожарного тушили горящий город спасателя. Помогали людям после бомбежки патрульного, постового. Вылавливали так называемых светлячков. И одна бомба взорвалась в нашем дворе. И мы бежали как раз с одним от стали. Встали к стенке, значит, снаряд взорвался. И между нами вот такой осколок. Как мой напарник, вот я уже говорил Урал, взял, вытащил. Он еще горячий. Долго хранил в тумбочке. Гитлер безапелляционно заявил, подождем 23 августа. Русские на Волге так запаникуют, что убегут из Сталинграда без оглядки. За Урал, в Сибирь. Именно в этот день город был подвергнут чудовищной массированной бомбардировке. А сначала в небе кружили разведчики. Сослуживцу Сергея Федоровича удалось сбить один из них. Всех их пленили, нам показывали. Ну, заслуженные такие. Даже командир этот майор, значит, командир корабля этого воздушного судна, он, значит, награжден орденом дубового листа, это высшая награда там. Это ему, когда допрашивали, он говорит, вот этот нас сбил, он сидит, а он, командир этот, отцепил свои золотые часы, хотел Юре подарить. Если Сергей Марченко летал на Яке-3, то Нина Герасименко была оружейником 38-го гвардейского истребительного полка. Было очень тяжело, признается Нина Михайловна. В морозы руки прилипали к оружейному металлу, кожа не выдерживала и трескалась. Моя задача была, патроны, чтобы были чистые, чтобы патроны были готовы, зарядить патронами пулемет или пушка, смотря на каких самолетах, мы на разных самолетах работали. Вот, и снова идет в полет человек, и ждешь. Оба ветерана говорят, что победу одержали только благодаря силе духа. Воевать шли за родину. Из разрушенных на 90% домов люди вылезали, будто из-под камней, рассказывает Нина Герасименко. Как поднялись, как начали и брататься, и целоваться, и обниматься, и все такое. Освободили Волгоград. Сталинградская битва – одно из самых значимых сражений. И фактически именно она стала переломной в Великой Отечественной войне. Людмила Сурженко, Игорь Мигулин. Вести. Кабардино-Балкария. И в завершении выпуска о спорте. Школьники Нальчика сегодня состязались с скалолазанием. Причем большинство ребят этим видом спорта начали заниматься совсем недавно, около полугода назад. Искусственный скалодром действует пока только в одном из общеобразовательных учреждений города. Сейчас Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма совместно с Республиканским дворцом детского творчества решает вопросы открытия секций в других школах, желающих много. Да и потенциал у ребят высокий, говорят тренеры. Занятия помогают развить в детях силу, выносливость и логическое мышление. Обучение вдвойне актуально с учетом горной местности республики. Когда говорят туризм и альпинизм, мы не разделяем этих понятий, потому что и первое туризм и альпинизм, они это гора восхождения, это движение в горах. Они нужны независимо от того, как ты называешься, альпинистам или туристам, скальную стенку проходить придется все равно. На сегодня это вся информация. Зухраб Шихачева с прогнозом погоды на завтра буквально через несколько секунд. А я напомню, что наши информационные выпуски вы можете еще раз посмотреть на сайте вести.кбр.ру. Добрых вам вестей! Потрясающее предложение. В салонах оптики «Ленар» стильные медицинские оправы от 290 рублей. Нальчик, Ногмова, 70, Пачева, 36. В магазине «Уфис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня у московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Добрый вечер. На стыке января и февраля наш регион атакует атлантические циклоны. Они несут тепло и влагу. По сообщению информагентства «Метеоновости», ветер южный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. В Зольском районе температура воздуха минус 1 градус. Возможны осадки. Над Эльбрусом серая облачность. У подножия горы в течение суток временами снежно. Днем минус 9, в ночные часы до 14 мороза. Столбики термометров в Тернаузе покажут 7 градусов ниже 0. При облачной погоде в Баксане, Чигиме и Норткале температура поднимется выше 0 на 2 деления. Солнце будет пробиваться сквозь облака над Прохладинским и Майским районами. Там 0,1. Выпавший в Терском и Лискенском снег при плюсовой температуре тут же растает. Небольшой снег синоптики обещают и в Кашхаттау от минус 1 до плюс 1. В пятницу в Нальчике облачно, но немного теплее. В дневное время осадки и 2 градуса выше 0, а ночью минус 1, уверяют синоптики. Это все о погоде. Всего доброго. Для Центр все виды жестяных работ. Монтаж кровли, сайдинг, аксессуары, системы вентиляции. Кроме Центр. Центральней не бывает.